Ну вот мы и дождали правду. Теперь пришло время сказать правду. Рептилоиды действительно существуют. Более того, психиатры недавно выдвинули шокирующую гипотезу. Это они. Психиатры. Таинственные рептилоиды не дают покоя людям с тонкой организацией ума и обостренным чувством юмора. Но какими фактами распала рептилоиды? Самое главное, кто такие психиатры? Вода и время могут проделать дыру в чем угодно. Это ты прав, чувак. Хоть ты и глуп немножечко на голову, но в этом ты абсолютно прав. Можно ли их вычислить в толпе? Специалисты советуют проще всего рептилоиды вычислить в толпе. И вот здесь шутки уже кончаются. Голубая кровь. Мы ведь слышали это давно. Так называют представители династии князья. Помните знаменитую песню? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Голубая кровь. Голубая. Почему голубые? Очень просто. Долгое время это считалось простой фигурой речи. Однако недавно ученые сделали неожиданное открытие. Ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, голубая кровь – выдумка. Она действительно встречается у некоторых рептилий, а еще у древних людей. Более того, именно кровь позволяет жить намного дольше. Уверен, что уж никто не ожидал. И уж совсем неожиданная информация… Да ты что! И уж совсем неожиданная информация от исследователей утверждает. Древних текстов встречаются еще в шумерских летописях. Вся правда. Появление на Земле долгожителей… На этих шокирующих кадрах неизвестные науки существа. Пресса назвала его человеком. Игорь Прокопенко… …за страху забил граблями. После того, как истории заинтересовали… …рептилоиды… …ДНК провели исследование. И ничего вразумительного сказать не смогли. Скелет существа напоминал на планете. А строение головы походило на мозга. Вскоре фермер Лопес погиб при загадочных обстоятельствах. Он сгорел в припаркованной машине, причем температура огня была обычного. Гори, черт тебя возьми. В округе считают, что его смерть связана… …голубой крови. Более того, именно голубая кровь позволяет жить намного дольше. И уж сами… Подобных созданий видели в толпе. Удивительная находка стала сенсацией. О ней писали все газеты. Авторитетный палеонтолог Саймон Шут прочел о странном существе и тут же примчался на место этой экстремальной рыбалки. Профессор Шут ожидал военных заговорить. Но медики зашипело, как любой аллигат. Где-нибудь в гималайских пещерах. Ощущая угрозу. Всех существ с признаками агрессии в позе, которые даже тут угрожают своему последнему судье, тебе… Тебе. Отправляй в ад при любых обстоятельствах. Бляха, нихрена себе. Откуда я знаю, как это угрожающий поздно? Не так давно в Великобритании вышла книга, в чем даже известных автор Елизаветы II в основе труда. Версия о том, что все мировые правители не совсем обычные мутанты, а сумасшедшие люди. По версии Дэвида Айка, все правящие династии… Все правящие династии… Безмозглые люди… Содержат один и тот же элемент в своем ДНК. Они заложили в программу все данные, которые были известны. Мало кто знает, что миллионов лет назад уже существовали не просто динозавры огромного размера. Люди, которые мы можем видеть в мультиках, можем видеть в современных фильмах или в музеях, или на канал РЕН-ТВ. И вот в своей книге новой я… Игорь Прокопенко. Я разрешаю использовать, в форме использовать высказывания, которые я здесь произносил на камеру, в книгах Игоря Прокопенко, но запрещаю их использовать в своей книге. Ну что ж, а на этом наш день шокирующих гипотеки не завершил. Надеюсь, вам будет неинтересно. А если кое-что из того, что мы вам сегодня рассказали, показалось чересчур радикально, жаетесь. Нам было задача ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотели показать все великое Игорь Прокопенко. Многообразие подходов к истинам, которые считаются голубой кровью. И еще, по секрету, Игорь Прокопенко. Не выдумка о вступительном экзамене по истории астрономии и биологии. Вы получите двойку. А вот потом шокирующие гипотезы станут для вас незаменимыми помощниками личной жизни. Поверьте моему опыту. С вами был Игорь Прокопенко. Кто такие рептилоиды? Это Игорь Прокопенко. До встречи на просторе. РЕН-ТВ